Я не могу, так и не вспомнила, у кого был этот аромат, но я очень четко понимаю и осознаю, что именно с этим запахом у меня ассоциируется мой выпускной класс. Просто, может быть, мама не помнит название. Я ей посылала и фотографии, и все. Но вот реально бутылек не этот. Самый первый такой выпуск, красивый такой, вытянутый, длинненький такой бутылек, 91-го года из Дании. Аромат достаточно специальный такой. Хоть и написано, что восточно-цветочный, для меня это вот прям гурманика и вот, нет, даже не гурманика, именно вот восточный, это специальный. Я бы даже вот специальный назвала бы. И в нем, опять-таки, тоже вот всего-всего много. Вот как, как можно вот так вот создавать ароматы, чтобы потом всю жизнь тебе этот аромат напоминал что-то из твоей, вот, из твоего жизненного какого-то вот периода. Вот. Вот для меня это спеллбану. Мой выпускной класс. Хотя, я все-таки надеюсь вспомнить, у кого же были эти духи. Вот такая вот коробочка. Они сейчас, к сожалению, все, все-все-все парфюмы, я опять-таки вам говорю, здесь объяснительная такая брошюрка на нескольких языках, на русском, к сожалению, нет. О том, что, почему и как, что, то есть мы напоминаем вам, что хотим, в общем, воссоздать ваши воспоминания этими ароматами. Вот делали коллекцию, видите, ваших любимых ароматов. Все-таки парфюмеры-то, они понимают, что, почем и как люди привязываются к памяти, привязывают свою память к ароматам. Ну и мы плавно подошли к 2009 году, когда я в ожидании своего маленького принца, Данилы. И, кстати, я расскажу сначала, как я этот аромат выбрала, я прошла, мы были у очередного, как это значит, на очередном приеме доктора, уже подходил к концу мой период ожидания его. Мы уже вот-вот должны были встретиться, и я захожу в магазин после доктора. Дима, мой муж, поехал там, а он пошел за парковку машину, то есть смотреть, то есть забирать, чтобы подъехать меня, забрать. И я, естественно, где меня можно найти? Это в парфюмерном отделе, магазине, естественно. И я зашла, хожу к папе, выбираю, там что-то папе хотела. Кстати, в то время, вот, в то время можно было духов посылать, духи, одеколоны без проблем было посылать. Сейчас что-то изменилось, посылку вообще нельзя, ни кушек из посылать, обидно. Вот. Радуйтесь, что вам можно между собой пересылать ароматы. Но вот у нас, к сожалению, запретили. Хотя по почте можно заказывать, я вообще не понимаю, не понимаю логики. Вот. Ну, не в этом суть. Суть в том, что я подхожу и пробую. Как раз этот аромат был выпущен в 2009 году, он был новый. Это Сенсос. Аромат был, я потом позже прочитала, был выпущен для того, для всех видов, для всех женщин. В каждой женщине он, как призывался, раскрыть именно истинную женственность. Так вот, 2008 года, правда, аромата, я его купила в 2009. Это женский аромат, его женщина выпустила. То есть парфюмер-женщина, а не византия. Я не знаю, почему, но я не смогла просто без него уйти. Я нанесла его на себя, я походила, погуляла и сказала, вы знаете, я его беру. Я его беру, я не могу с ним расстаться. Видимо, Данила на тот момент сказал, мама, не жалей для себя ничего, бери и даже не думай. И вот я купила их и пользовалась потом, вот как родила его уже, пользовалась им всегда-всегда. Вы видите, что его совсем чуть-чуть осталось. Я потом купила впоследствии другие Сенсос, ароматы. Но самое интересное, девочки, я думаю, многие из вас знают Юлию Шаломову. Я оставлю ссылочку на ее канал, на это видео для вас. Вы знаете, что она совсем недавно, кто смотрит ее, появилась на свет ее доченька. У нее двое сыновей было, она ожидала доченьку. И вы знаете, что когда она ожидала свою Амелию, солнышко эту, она тоже самое выбрала этот же аромат. Как это возможно, скажите мне, пожалуйста. То есть она вряд ли смотрела мои видео, потому что она как раз была в этот момент беременна, когда я эти видео снимала. Я вообще не думаю, что она заходила, потому что она мне, может быть, один раз только писала. Но суть в том, что ну как? Как это возможно, что ее... Она вот показывает, вот совсем недавно видео снимает и показывает этот аромат. И говорит, дочь его выбрала. То есть получается, что, мои хорошие, все, кто ожидает малышей, присмотритесь к этому аромату. Возможно, вашему малышу он понравится. Вот такое вот чудо. Ну и еще один аромат у меня остался. И вот с этим ароматом он совсем был недорогой. Это Versace от Versace. Древесно-мускусный аромат. Это в то время, когда я училась уже в Канаде, училась на английском языку. То есть мы брали курсы. Я настолько им часто пользовалась, настолько он мне сильно нравился, что теперь он у меня всегда-всегда есть в моем парфюмерном гардеробе. И вы знаете, что он цветочный-мускусный, если вы с ним знакомы. Он очень-очень по характеру. Он мне напоминает... Ах, лимончик! Он мне очень сильно напоминает Шанс, Шанель Афрэш. Вот прям, знаете, я не скажу, что он точно-точно такой же. Нет, он просто очень похож. Он похож характером, похож вот этим вот легкостью этой вот, такой спортивностью. Вот вы знаете, мне кажется, этот аромат лучшее, что можно придумать для похода в спортзал. Я очень люблю зеленые ароматы, когда хочется вот себя немножко взбодрить, особенно весной. Кстати, он носится во все-во все абсолютно сезоны прекрасно. Вот у меня в данный момент он маленький, но это, наверное, у меня может быть даже пятый флакончик. Несмотря на то, что вы видите, у меня много ароматов, коллекция у меня немаленькая, но есть ароматы, которые я повторяю и повторяю и повторяю. Вот если, допустим, вот этот вот Сен Шоус у меня самая первая версия, когда вот я в 2009 году его купила, ему уже 10 лет, да, вот этому вот флакончику увидишь, что все еще есть. Потому что им, как бы, знаете, насыщаешься, ты им попользовался один-два дня, да, и все, тебя как отпустило, начинаешь пользоваться другими ароматами. Вот этот же аромат, ты его, если на себя нанесешь, ты будешь ему пользоваться, наверное, неделями, вот. То есть он вообще, вообще не надоедает, в нем хочется ходить, хочется его носить, он настолько легкий, что он как-то вот тебя совсем ни к чему не обязывает, вот. Милые мои, мне кажется, я очень много наговорила. Я очень вас призываю к тому, чтобы вы написали мне что-нибудь о себе. Напишите, пожалуйста, один-два аромата, с которым связаны ваши воспоминания детства, юности, может быть, каким-то событием. Не забывайте, что обратная связь для нас очень важна, потому что тогда мы чувствуем, что вы смотрите, не только смотрите, но еще и как-то чувствуете нас, что у нас с вами происходит какое-то общение. Следующее видео я сейчас сделаю по поводу обещанного конкурса, который мы начинаем проводить, потому что муж мой вроде как изучил все, поэтому смотрите следующее видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, как и во всех видео мы призываем, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои отзывы. Нам это очень-очень важно и ценно. Я обнимаю вас сердцем и душой и надеюсь, что ваши психологические якоря, ваши ароматы помогут вам создать самые-самые чудесные, самые приятные и самые трепетные воспоминания вашей жизни. Берегите себя и будьте счастливы. Я постараюсь, чтобы вам со мной не было скучно. Всего доброго. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok